Совсем немного остается до открытия туристического Египта. 1 июля курорты страны примут первых посткарантинных гостей. К этому шагу местные власти готовились долго. Не обошлось и без скандалов между вертикалью и частным сектором. Однако в итоге стороны договорились об условиях, при которых гостиницы и пляжи смогут принимать туристов. В первую очередь вопросы касаются санитарных и эпидемиологических норм. По каким же теперь правилам будет жить один из популярнейших мировых курортов? Выяснял Дмитрий Лукша. Вопросы отдыха принесли египетским чиновникам немало работы. Сразу после закрытия курортов местные парламентарии на каждой встрече палат обсуждали скорейшее снятие карантина. Коронавирус ежемесячно лишал государственную казну миллиардов долларов. Эксперты предсказывали общенациональное банкротство, если бы эпидемия продержалась до осени. Однако уже при первом спаде числа инфицированных глава Египта поручил разработать комплекс мер для скорейшего открытия гостиницы пляжей. Главное условие – полная эпидемиологическая безопасность приезжающих, начиная от трапа самолета и заканчивая порогом отеля. Помимо мер безопасности важно было не обременять наших гостей и минимизировать их участие в программах защиты. Туристы лишь обязаны письменно подтвердить, что они не заражены вирусом и предоставить результаты анализа, подтверждающего отсутствие инфекции. По сути, это стандартное правило. Кроме того, несколько рекомендаций – соблюдать социальную дистанцию на улице и на борту самолета. Планируется, что с 1 июля принимать туристов начнут только отели на побережье Красного моря. Да и заполняться гостиницы будут не полностью. На первом этапе загрузка не превысит 70%. Так власти надеются провести разведку боем. Если после открытия курорта в стране не будет очередной вспышки ковид, то принимать гостей смогут и остальные лазурные берега Египта. Мы не исключаем, что кто-то из наших гостей привезет или приобретет здесь вирус. На этот случай мы также разработали ряд рекомендаций. В случае заболевания туристу будут предоставлены лекарства и необходимо лечение за счет созданного в Египте фонда по борьбе с ковид-19. Однако уже сейчас на курортах ситуация держится на строгом контроле. Курорты Шар-Мальше, Хургада, Мерса-Матруха объявлены чистой зоной. Туристам также не рекомендуется употреблять еду и напитки за пределами отелей или ресторанов, которые имеют сертификат безопасности. А в случае появления каких-либо симптомов заражения вирусом уведомить администрацию отеля. Сертификаты безопасности уже получили 232 гостиницы, которые выполнили необходимые санитарные требования. Власти страны также сообщили об ослаблении некоторых каротинных мер. Планируется сокращение комендантского часа. Магазины будут работать дольше на 60 минут. Кроме того, для привлечения туристов местные компании решили снизить на 20% цену на авиабилеты. В долгу не осталось и государство. По распоряжению правительства с 1 июля авиакомпаниям будут предоставлены льготы на покупку керосина. Дмитрий Лукша, Светлана Брахмид и Амар Мурат. Хабар, 24. Египет.